Каждый год в феврале в Беларуси проходят мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов. 15 февраля 1989 года последний советский солдат перешел мост по граничной реке Мударья под Термезом, завершив вывод советских войск из Афганистана. Чтобы память не угасала, а молодежь знала о подвигах воинов-интернационалистов, Брестская детская городская библиотека организовала встречу школьников с воином-афганцем Сергеем Пухальским. Война для Сергея Владимировича – это период, самый страшный в его жизни, о котором сегодня он вспоминает с дрожью в голосе. Такое невозможно забыть. Я когда рассматриваю карту Афганистана, то я хорошо понимаю, что я и сейчас прошел бы по тем дорогам, я хорошо помню, хорошо помню, это дороги Кандагара, Хоста, Чарикара, Гордеза, Паншера. Все это в памяти. И если, ну честно скажу, что на первом этапе, когда вернулся, иногда просыпался ночами, отползал от кровати к стенке, жена пугалась, конечно, но потом это прошло, со временем прошло. Единственное, что реально осталось, это я не могу, я обхожу углы зданий и всегда смотрю наверх, на снайперов. Прошло 35 лет после войны. Моложе мы не стали. У нас появились дети, внуки. Но в то же время мы чувствуем обязанность, обязанность в первую очередь перед нашими погибшими товарищами, перед семьями погибших, перед инвалидами, ну и перед теми людьми, которые выполнили, с честью выполнили свой долг. Потому что даже только по Бресту в настоящее время у нас сейчас, Брестчан, 1211 ветеранов Афганской войны. Это еще и семьи погибших, это инвалиды, ну это те люди, которые достойны и уважения, и преференции государства, ну и наших граждан, соотечественников. Мальчишки и девчонки на встрече с Сергеем Пухальским могли задать интересующие вопросы, чтобы больше узнать не только о страшной войне в Афганистане, но и о том, что чувствовал внутри себя герой встречи. Да, в Афганистане погибло много молодых ребят, и с Сергеем Пухальским случалось разное, его подразделения брали в окружение, он несколько раз был ранен, когда с боями прорывался, чтобы позволить жить дальше своим солдатам и выжить самому. Афганская война была очень-очень страшной. Юные парни, которые только-только, казалось бы, сидели за школьными партами, взяли оружие и пошли воевать в Афганистан. На сегодняшний день, как молодежи, очень интересно пообщаться с человеком, который воевал в Афганистане. Я знаю, что война в Афганистане была очень страшной и жестокой, и надо общаться с теми, кто там был, чтобы понять, насколько все было страшно, как это предотвратить, и что молодежь должна уметь защищать свою родину. Как подчеркивают сами организаторы встречи, живое общение с ветеранами локальных конфликтов – важная часть системы патриотического воспитания молодежи. Важно рассказывать о этих событиях даже не столько… Конечно, хорошо, когда дети знают даты, которые имеют отношение к этим событиям. Но намного важнее, когда ребенок, подрастающий, будущий гражданин нашей страны, который будет делать, создавать историю в будущем нашей страны, очень важно, если он понимает все душевные переживания, то внутреннее состояние человека. Наше мероприятие сопровождает необычная выставка, которая может одновременно являться и фотозоной. И мы, конечно, будем разговаривать и о книгах, и не только о событиях, но и о книгах. Но захотели создать наиболее приближенную фотозону к тем событиям, к той географии, которую видели молодые бойцы, которые вчера еще сидели за партой, а сегодня уже взяли в руки оружие и защищали мир и справедливость в другой стране. Сражения заканчиваются, а история вечно. Ушла в прошлое и афганская война. Но в памяти людской ей еще жить долго, потому что ее история написана кровью солдат и слезами матерей, потерявших сыновей. Она будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. Поколение, опаленное ее огнем, как никто, усвоило военные и нравственные уроки той никем и никому не объявленной героической и трагической афганской войны. Говорят, время лечит, но эта боль вряд ли утихнет. Ветераны, ветераны, Вашей жизни продолжается полет. Пусть не врут кардиограммы, Стук сердец дает вам правильный отчет. И синдром открытой раны Вашей памяти покоя не дает. Ветераны Афганистана Продолжается Ваш пламенный полет. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Букунович, Юрий Лемантович, телекомпания Абуктовая. Субтитры создавал DimaTorzok